ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Программа льготного автокредитования в России продлена до конца 2017 года. Для того, чтобы получить заем по сниженной ставке, потребуется соблюсти ряд условий. Во-первых, изначальная ставка банка не должна превышать 18% годовых. Во-вторых, программа распространяется на машины этого и прошлого годов выпуска. В-третьих, необходима предоплата не менее 20% от стоимости авто. Срок кредита не более трех лет. ТРАССА СТО ОДИН Хёнде Крета по-прежнему является самым покупаемым новым кроссовером в России. Модель, появившаяся на рынке в августе прошлого года, существенно опережает ближайшего конкурента – Рено Дастер. На третьей строчке расположилась Шевроле Нива. Также в пятерке лидеров – Рено Каптюр и Лада 4х4. ТРАССА СТО ОДИН Тойота подумывает о начале продаж в нашей стране рамного внедорожника Фортунар, младшего брата Лэнд Крузер. Решение, сообщает издание Авторевю, должно быть принято до конца года. Линейка двигателей, которыми оснащается машина, довольно обширна. По предположению специалистов, в России будет сделана ставка на дизельные агрегаты. Цена вопроса – около 2,5 миллионов рублей. ТРАССА СТО ОДИН Группа автоэкспертов решила выяснить, возможно ли приобрести неплохую легковушку стоимостью до 100 тысяч рублей. Их выбор, информирует автосреда, однозначно полна Ниссан Альмера с двигателем 1,6, мощностью 99 лошадей, выпускавшуюся с 1995 по 2000 годы. Эта машина, отметили специалисты, надежна во всех отношениях. Она, конечно, сильно уступает в комфортности современным авто, но прекрасно справляется со своей основной задачей – доставкой водителя и пассажиров из пункта А в пункт Б. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова